Впервые в округе провели чемпионат школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Это спортивная организация, которая проводит чемпионат по баскетболу среди школ для учащихся, которые не являются профессиональными спортсменами. В 2007 году он стартовал в Пермском крае как краевой проект. В следующем сезоне уже вышел за рамки одного региона. На сегодняшний день в чемпионате принимают участие школьники в общей сложности 70 регионов Российской Федерации, а также учащиеся общеобразовательных организаций Монголии и Киргизии. В этом году в Подмосковье провели впервые. Это муниципальный этап. В пилотном проекте принимают всего шести кругов. Наш Пушкинский один из них. И дальше из этих уже шести муниципальных округов выйдет одна команда уже на Россию. Сейчас мы выходим, первая команда выходит на область. От округа участвовало порядка 32 команд. Округ большой его поделили по зонам. Красноармейск, Квантиевка, город Пушкин и бывшие поселения. От каждой команды выходили на площадку по пять человек. Задачи стояли обойти соперника, забросить руками мяч в корзину. 9 декабря был финал, куда вышли четыре команды. Но уже сразу на себя обратили внимание команды из шестой школы. Шестой школы очень хороший уровень. Насколько я знаю, ребята играют очень давно, участвуют во многих соревнованиях. Действительно неплохой баскетбол. Ребята занимаются в спортивном зале, в школе и во дворце спорта. Поэтому и девочки, и мальчики заняли первые места. Наверное, сплощенности команды. Мы уже давно вместе. Из-за этого это много помогает. Мы чувствуем себя на площадке, много работаем. Спасибо тренерам. Второе место среди женских команд – школа из лесных полян. Несмотря на то, что секции там нет, играют только на уроках, ребята вышли в финал. Команду вытянула маленькая и хрупкая Эмма Баранчикова. Ее признали самым ценным игроком. Она и дальше планирует связывать свою жизнь с баскетболом. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КС Баскет» призван популяризировать баскетбол в школах и в самом округе. У нас игра не так развита по сравнению с футболом, спортивной гимнастикой и греблей на байдарках. Соревнований по факту очень мало. А инициативная группа в лице Ольги Ивановны, Юрия Михайловича, я в частности также стараюсь подключаться к этому вопросу. Организуем ряд соревнований, но хотелось бы больше. Хотелось бы больше поддержки администрации на самом деле. Больше предоставления площадок. Среди юношей второе место занял образовательный центр номер один города Ивантьеевка. Бронза у команды школы поселка Лесной. Девушки третье место Красноармейск. Анастасия Спирина, Юрий Дубрунов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.